Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу! Братья и сестры, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем во имя Иисуса Христа. И сегодня продолжение праздника, всю неделю эту, продолжение празднества преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Собственно, в календаре православном так как раз этот праздник и называется. И, конечно, это потрясающая тема, сильнейшая тема для размышлений утренних, вечерних, на молитве. И, знаете ли, я говорил об этом, и сегодня на утренней молитве, кто не подключался онлайн, то тогда уже в записи посмотрите, пожалуйста, тоже рекомендую. Как раз читал я сегодня из 2-го послания к Коринфянам, 3-я глава, 17-й, 18-й стихи. Я читал о том, что Бог есть Дух, что Он есть Дух, Творец наш есть Дух. И где Дух Господний, там свобода. И слава Богу за эту свободу, дарованную нам через Господа Иисуса Христа. Потому что Бог во Христе примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступлений, и дал нам слово примирения. И, дамы и господа, братья и сестры, действительно, слава Иисусу Христу. На веки слава Богу Святому. Вот, и сейчас я в парке здесь снова вспоминаю вот эти места Писания. И дальше там 18-й стих, где говорится, что мы взираем на славу Божью и преображаемся в тот же образ зеркала. Вот зеркало, физическое, да, зеркало, оно отражает наше физическое тело. А зеркало Слова Божьего, Божьего Духа, Господнего Духа, отражает наше настоящее, правдивое, истинное. Показывает нам настоящее. Вот, и это действительно так. И если мы смотрим в Божий Дух Святой, смотрим в Слово Божье, живое, то мы видим себя спасенными, исцеленными, освобожденными, благоставленными всеми благословениями небес. И это истина, это истина, как Бог нас видит, истина, как Он действительно, что Он совершил, что Он совершил ради нашего спасения. Бог доказал свою любовь к нам тем, что отдал самого себя, кровушку свою за нас пролил, тем, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир. Не просто отдельные народы, племена, отдельные категории граждан, отдельные религии, традиции, нет, богатых или бедных, нет, нет, абсолютно нет. Здесь ни социальное рассловение, ни национальное разделение, нет, ничто не имеет роли. А что имеет роль? Любовь, Божья любовь. Он возлюбил мир, возлюбил всех нас и отдал самого себя, отдал жизнь свою, отдал на крест, на Голгофу, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот, и взираем на славу Божью, преображаемся в тот же образ. Даже, ну, скажу, ну, здесь нечего добавить просто, действительно, взираем на славу Божью, на Слово Божье, живое и действенное, которое острее всякого меча бою до острова. Слава Господу. Благословляю всех вас. Брат Андрея я еще не встретил, но, может, он уже приехал, может, он со станции метро Лесова идет, я не знаю. Я сейчас в парке, и с 6 до 7 я в эфире, значит, на утренней молитве, а с 7 до 8 уже здесь, уже в парке. Поэтому, если вы в Киеве, то любым утром можете приехать сюда, как раз тоже вместе прогуляемся, помолимся, молитвенная прогулка такая. Вот, и в трансляции выходите прямой эфир с 6 утра до где-то там, ну, бывает полчаса, бывает 40 минут, бывает целый час, я именно в эфире таком включаюсь. Слава Богу. Сейчас поставил на загрузку видео как раз, так что приду, уже будет с нами все загружено как раз. Вот, поделюсь видео этими в социальных сетях. Слава Богу, что многие люди молятся, преображаются действительно в Божий образ, в Святой образ. Вот, мыслим не о земном, не... Земные помышления – это вражда против Бога. Мыслить о земном, что я грешник, что я непутевый, что там никакой и вообще неудачник – это все проклятие. Мыслить о горнем, помышлять – я спасен, я сын Божий, я дитё Божье, я благоставлен всеми благоставениями небес, Бог мой добрый Папа. А если индивидуально говорю к нему, то говорю «Папочка», «Папуленька», «Папенька», «Ава». А если уже так на людях больше молюсь, то уже, конечно, стараюсь так держаться норм таких каких-то. Говорю «Отец мой», «Бог мой», «Царь мой», «Папа небесный». Вот, один на один я для него сыночек, а он для меня мой папочка. Вот, на людях папа, отец. Хотя, бывает, тоже всё равно папочка называю при всех. Ну, так. Любовь – это любовь. Это действительно я обожаю его просто. Вот, люблю очень и делюсь этой любовью со всеми. Вот, здесь прогуливаюсь по парку, здесь кому-то благовествую, кому-то просто улыбаюсь, кому-то, ну, за всех молюсь, за всех молюсь, благоставляю. Открыто или скрыто, но за всех молюсь. Вот, пусть Господь благословит вас всех, дорогие друзья, во имя Господа Иисуса Христа. Вот, лев из колена Иудина, сам Иисус Христос, он здесь, он на этой земле, он живёт и побеждает. И тело его, и дело его живо, тело его – это сама. Церковь Бога жива, Господь, утверждение истины. Это ты и я, это… О, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, Господь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, с парка Киота, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлёв, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать да умножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Познавая Его, мы познаём весь мир. Познавая Его и узнавая Его, мы узнаём и самих себя. И всё, слава тебе, Господь, жизнь саму видим в истинном свете, целомудренно стоящей, в нём его святой любви. Аминь. С Богом.